И человек начинает сразу там ла 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 делать целую презентацию по телефону Он уже к тебе не придет Потому что ты ему выложил уже просто все А у него должно быть желание к тебе просто бежать на встречу А я вам скажу в чем еще один такой момент есть Это отношение дистрибьютора к виду бизнеса которым он занимается Многие дистрибьюторы боятся то чем они занимаются Многие из дистрибьюторов не то что никто Многие не знают что вообще индустрия стеомаркетинга в мире делает более 70 миллиардов годового оборота Миллиардов, да? Миллиардов, да? Да, миллиардов долларов И вопрос то что там работает больше трех с половиной тысяч компаний Что работает там более 60 миллионов человек То есть это целая индустрия И когда вы приглашаете людей в этот бизнес Вы должны понимать что Вы им даете шанс В этой жизни стать профессионалом в этой отрасли Стать будущим тренером этого бизнеса И начать зарабатывать здесь большие деньги То есть вот эти вот вещи человек должен понимать А смотришь как он звонит там Да, придите ко мне на встречу Да, 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 да Только придите пожалуйста, да? У него такой просящий голос, да? А это вопрос нужно научить его как себя вести по телефону Это примерно как игрок бежит с мячом И он знаете такой осторожный не может сделать пас Ударит куда-то там, да? Такой боится что его собьют Это как футбол-плеер У него пас бол то дает, но он дает Тренер Да, давай начни уже играть Бей там, давай немножко чуть-чуть жёстче, да? А если у него другой тренер У него говорит У него пас бол то дает То есть и получается что у человека начинает Да, надо как-то по-другому себя вести То есть если у него тренер Сунут его, то у него внутри Он говорит, да, да, да И вот этот вот образ люди берут с вас Он говорит, да, да, да Он говорит, да, да Если мы говорим о звонках, да? Говорит, есть звонки Исходящие звонки, входящие Если мы говорим о каулингке То есть у нас есть инкомминг каулинг И основная цель звонка Многие этого не знают Многие этого не знают Это назначить встречу Это первая встреча Первый шаг Это первая встреча Если дистрибьютор у вас новичок То естественно эти встречи Нужно делать два на один Со временем уже будет делать эти встречи один на один Шаг номер два Шаг номер два Шаг номер даже получается Это, извините, у нас Первый шаг это звонки Первый шаг это звонки Вторая встреча Третья встреча Это у нас может быть вторая встреча Промежуточная Это у нас может быть вторая встреча Промежуточная На этой встрече может быть вы еще дополнительно будете разбираться с кандидатом На четвертой встрече На четвертой встрече Это будет презентация Презентация вашего проекта Возможно это какой-то будет бизнес-марафон На котором вы уже потом объявите, что у вас будет на пятом этапе Это стартовая школа Что делать на всех этапах У нас будет с вами еще одно видео Которое будет рассказывать полностью Что нужно делать на этом этапе Что нужно делать на втором, на третьем, на четвертом, на пятом этапе Мы просто сейчас поговорим с вами В общем Какие существуют этапы в системе бизнеса И эскалации по которой растет партнер Шестой шаг Шестой шаг Здесь может у вас быть какая-то школа Мастер-класс Мастер-школа Мастер-школа На этой школе уже выступают люди Которые достигли ранга К примеру третьей ступени, четвертой ступени Вашего бизнеса Мастер-школа Вашего бизнеса Вашего бизнеса Третья или четвертой ступени Эта школа нужна для того, чтобы они Тренировались выступать И это Мастер-школа Мастер-школа И это Мастер-школа Третья или четвертой ступени Они Мастер-школа Девушки Мастер-школа Мастер-школа И это Мастер-школа Мастер-школа Третья или среди Вот Седьмой штрак это примерно какая-то академия директоров, примерно. Возможно, в вашей компании это называется как-то по-другому. Но это встреча, на которой уже людей дипломируют с достижением определенных статусов. Здесь, на восьмом этапе, обязательно делать нужно региональные бизнес-форумы. На девятом этапе мы делаем с вами годовщина компании. Можешь написать небольшой, да? Например, вы развиваетесь в Индии, у вас есть годовщина компании в Индии. Это вот есть годовщина, а десятый шаг это уже мероприятие, которое, в принципе, день рождения компании. Да, во всем мире, где она развивается, со всех стран съезжается. Что вообще такое вот это, все эти ступеньки? А для меня, вот, как для лидера, это система проверки, готов ли дальше двигаться вообще партнер в моей команде? То есть будет ли он искать какие-то оправдания? Или он будет, в принципе, следовать всем рекомендациям наставника для того, чтобы продвигаться дальше по карьерной лестнице? И вот получается, каждый из этапов, это определенный фильтр отбора людей, с которыми вы будете создавать многомиллионный бизнес. А со временем и миллиардный, да? К примеру, если человек не идет на презентацию. Вопрос, он участвует вообще в процессе развития бизнеса? Если он не едет на стартовую школу, он участвует в развитии бизнеса? Если он не посещает мастер-школы, он едет на академию директоров. Или при этом он, может быть, едет на это мероприятие, но вы его уговариваете, как девочку, для того, чтобы он сюда приехал. То есть вопрос, ну, вы пришли сюда уговаривать людей, или вы пришли работать с теми людьми, которые хотят в этом бизнесе преуспеть? Я повторюсь, фраза, да? Я ищу тех людей, которые ищут. Я обучаю тех, кто легко поддается обучению. Еще один момент важный, который очень хотел бы я отметить для топ-лидеров, который играет огромную роль для развития в структуре. Это отношение. Это отношение. Это отношение. Опять же, это оправдание. И это ответственность. Вы мотивируете человека прийти в бизнес. Вы ему говорите, что он будет здесь преуспевать. Что он будет успешным. Но вопрос, взяли ли вы ответственность, помочь ему этого достичь? Но вопрос, взяли ли вы ответственность, помочь ему этого достичь? Или вы там ищите какие-то оправдания? Как там, типа, меньше начать работать, да? Поймите, рынок очень конкурентен. Особенно в последнее время. И все больше и больше людей начинает понимать, что если отсутствует какая-то система, да? То, рано или поздно, то, аж не то, коль, будет проблема в бизнесе. И бизнес начинает вот так вот развиваться волной, да? И вот основная масса людей теряется. Я хочу сказать, что ямы будут всегда в бизнесе. Я хочу сказать, что если вы не донористские, они всегда работают. Но не нужно их создавать специально, да? Зная, что есть другой путь. Но вы в этой ситуации не должны идти, чтобы вы понимаете, что если вы едете, я не могу обратить к этим, что вы не можете сделать. Вопрос отношений, вот я говорю, что отношения спонсора и дистрибьютора... Это ответственность с обоих сторон. Я беру на себя ответственность как лидер помочь этому человеку преуспеть. Но и он со своей стороны берет обязательства двигаться по тем рекомендациям, которые я ему говорю. Если этот человек не двигается, что нужно делать? Нужно искать новых людей. Если посмотреть в бизнесе, как я показываю, примерно 5, но может быть 15% людей это будут лидеры. Вообще, примерно статистика, это 5-10% людей это будут топ лидеры. Это люди, которые зарабатывают самые большие деньги в бизнесе. Есть еще прослойка, это, можно сказать, лидеры среднего звена, да? Их может быть тоже примерно процентов 10-15. Вот с этих людей рано или поздно, либо будут они в этой части. Или они, в принципе, свалятся в категорию клиенты. Либо продавцы. Либо продавцы. Либо ни те, ни другие. Либо ни те, ни другие. Вот это вот масса людей. Я бы сказал примерно процентов 80. И очень часто бывает, что топ лидеры тратят время на людей, которые находятся здесь. Все мероприятия, я повторюсь, для вас это такой, знаете, вот фильтр, вы видите, человек движется или не движется. А самый основной вопрос, вот который должен быть, с каким количеством людей он приходит на эти все мероприятия? Сколько он сделал звонков? Сколько провели встреч? Сколько у него людей на второй или на третьей, на четвертой встрече, да? Сколько новых людей сидит на презентации? Основной вопрос, который должен задавать себе лидер. Сколько у меня новых людей сидит сегодня на презентации в зале? Если людей здесь мало, Вопрос, что вы сделаете вот здесь, либо вот здесь? Я часто слышу, говорит, я много звоню. Я много принимаю звонков. Я много провожу встреч. Я много провожу встреч. Это один момент, это количество сделанных действий. Это один момент, это количество сделанных действий. Либо качество твоих действий. Но качество мы можем получить только тогда, когда мы сделаем количество. Но качество мы можем получить только тогда, когда мы сделаем количество. Как может примерно отбивающий лаптой или питой в крикете отбивать хорошо, если он там ударил всего лишь десять раз своей жизни? Как может боксер хорошо бить, если он буквально никогда не бил в жизни своей или бил несколько раз? И если какой-то боксер есть, то как бы кто-то панч или хук ударил его? Если он не встал, то как бы не встал? Никак. Как же он не встал? Вот в этом вся фишка в том, что люди забывают о том, что есть понятие качество, которое рано или поздно сделает количество. Но есть еще и статистика, да? И здесь есть то, что люди будет создавать «правда», что если много раз денег в чем-то, то их качество будет больше. И здесь естьistço siihen tricky. Основной вопрос. Сколько людей сидит у меня на презентации? Сколько из тех, кто пришли на презентацию, подписались и идут сюда на стартовую школу? Сколько из этих, кто включился в бизнес у меня сегодня, начали расти, двигаться по карьерной лестнице и уже начинают выступать на мастер-школах и едут сюда, на эти школы? Сколько людей едет на академию директоров дипломироваться? Сколько из этих людей включилась в процессы и работает на вот этот бизнес-форум, чтобы здесь посадить там пятьсот или тысячу, или может быть две тысячи человек в зал, да? Сколько у вас людей едет в вашей команде на годовщине? Какая команда людей выезжает у вас вместе с вами на годовщину всей компании? Сколько с вами людей ездит на мероприятия? Но очень важный вопрос, задают ли этот вопрос себе эти люди, кто с вами приезжают? Может быть у вас большой фронт выстроенных дистрибьюторов? Вопрос, строят ли они свою структуру по этому принципу, да? Если у них нет людей на событиях, значит у вас проблема. Рано или поздно вы будете в сайте команды находиться вот здесь. Если будете ждать, что вот они должны кого-то привезти. Есть такое правило очень хорошее. И это правило я усвоил в самом начале своей работы. И это правило я усвоил в самом начале своей работы. Я работаю на события. Я нарабатываю сюда новых людей. А уже события работают на меня. Потому что там тренера, там успешные спонсоры, там лидеры, спонсоры обучают моих людей, как правильно делать этот бизнес, они мотивируют их. Потому что вот эти вещи, такие вот буквально кратко мы с вами, не знаю, буквально попытались обосновать часть системы, что нужно делать, как она может выглядеть в вашей структуре. Если в вашей компании нет системы, изучайте систему работы, внедряйте в свои команды, делайте бизнес, преуспевайте, достигайте результатов. Что такое реапиям? Есть выкинуль. Если в компаниях, в вашей компании или в вашей компании уношение, Jet then and thenヒк Tan ro six different system. Если в нашей компании уношение есть структура,ロахсти, Flyingины fre punk, которые не нужны. Для людей, кому будет интересно, как работает в этой модели, как в этой, как в этой, что делать на этих мероприятий, какие основные пункты там должны звучать, как это должно работать, мы для этого тоже подготовим специальное видео. Я надеюсь, это видео вам будет очень полезным для бизнеса. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое про Моду. Это мой помощник, партнер, переводчик. Без него бы у меня не получилось бы сегодня вам передать эту информацию. До новых встреч. До новых встреч.